Я приветствую Ирину. Ирина — участница первого потока марафона «Новое тело». Ирина пожелала оставить отзыв об участии в этом марафоне. Ирина, этот марафон — это первое подобное мероприятие в твоей жизни? Или были уже опыты? Ну, вот подобный, как условное голодание, да, первый. До этого я в других каких-то участвовала тренингах и марафонах по оздоровлению, но они никак не были связаны с условным голоданием. И, Бая, если вы помните, как раз это я вам писала в директ о том, что я бы хотела именно марафон, потому что клуб — это здорово, но мне бы хотелось именно параллельно идти с кем-то в команде, поскольку для меня это очень важно, чтобы была поддержка, чтобы, опять же, можно было на кого-то опереться, потому что, ну, я думаю, я не одна такая, то есть когда живёшь в семье, и тебя не очень поддерживают в своих начинаниях близкие, одной остаться довольно трудно. Да. Ну, так ожидания оправдались от этого марафона? Была получена поддержка вот такая, которую ты ждала вот именно, групповая? Ну, здесь ведь как? Во-первых, со мной, поскольку именно случились обострения, да, это ещё раз только доказало, что когда ты имеешь возможность обратиться, ну, не то чтобы, может быть, круглосуточно, но практически к специалистам, которые могут подсказать вовремя, что надо делать, как пережить, как выйти, или это просто можно расслабиться, и всё само пройдёт, вот, потому что поскольку это первый раз, естественно, волнения были, когда вдруг что-то вроде бы начинается идти не так, и непонятно куда деваться. Конечно, для меня, например, вот именно было важно то, что Татьяна, как врач, она мне, ну, практически всю последнюю неделю оказывала помощь, вот, и вы тоже самое, то есть, если нужно было узнать конкретно по выходу, да, по каким-то там вот моментам клизмы и так далее, вот когда тоже что-то не так пошло, и тоже я обратилась и получила незамедлительный ответ. Причём всё это достаточно развернуто, всё это, всё по делу, всё это без лишних каких-то эмоций, и в то же время спокойно, что я тоже могла позволить, тем более сейчас такое время, когда и к врачу-то не попадёшь, если что. Поэтому это очень важно было для меня в первую очередь. Ну, помимо того, что есть поддержка, когда я иду с девочками вместе, и плюс ещё специалисты. Мила тоже, да, свою лепту внесла, потому что я, к сожалению, из-за того, что вот сейчас чувствовала себя не очень хорошо, я забросила немножко все эти занятия, но сейчас вот я уже планирую к этому возвращаться, вот хотела для себя выяснить, всё сразу надо делать или там поэтапно как-то, вот всё, что она показывала, потому что я чувствую, что от этого есть результат какой-то. Ну, у меня пока минимум, но всё-таки я вижу, как он… Ну вот, кстати, да, кстати, о результатах. Вот хотелось бы узнать всё-таки, вот за эти три недели, какие результаты были достигнуты? Я понимаю, что это могут быть такие, не какие-то колоссальные изменения, но всё-таки что-то, наверное, произошло. Можно поподробнее о результатах? Конечно. Ну, во-первых, ну, начнём с того, что вес у меня, ну, не маленький, в общем-то, конечно, там не перешкаливает за 100 килограмм, да, я на начало весила 92,5 килограмма. А сейчас, вот до сегодняшнего дня, я уже стала весить 82,3, то есть больше 10 килограмм ушло. Единственное, ну, вот сегодня я начала, вчера есть пюрешки, и поэтому плюс 300 грамм уже обратно вернулось. Я понимаю, что оно что-то вернётся, потому что это, да, это неизбежно. Другой вопрос, что у меня очень много ушло отёков, поскольку я понимаю, что мой большой лишний вес, он во многом связан с отёками, поскольку сейчас я чувствую, что у меня появилось больше гибкости, гораздо больше. Я могу сложить как-то вот лопатки за спиной, у меня ноги лёгкие, у меня руки стали тоньше, легче. Я ощущаю, ну, сейчас пока ещё я не тренируюсь, силовые тренировки я пока не делаю. И, кстати говоря, когда я была последний раз в тренажёрном зале, я в ворд-класс ложу, то моя тренера, ну, я просто недавно начала по новой с ней заниматься, она такая терминатор. Вот, но я занималась 18 лет в зале, и тут два года перерыва, и я поняла, что я даже простые упражнения уже делать не могла, мне настолько было тяжело. Были какие-то от организма реакции совершенно неизвестные доселе, и они меня очень пугали. Вот, сейчас я думаю, что когда снимется карантин, то я, конечно, туда пойду потихоньку. Я думаю, что мне будет, во-первых, легче физически, и, во-вторых, ну, наверное, я смогу выйти на какой-то новый уровень, либо на тот, на котором я была раньше, хотя бы для начала. Вот, это тоже меня не может не радовать. Что пока происходит в пищеварительной системе, я пока не очень понимаю, потому что я только вот три дня как начала что-то там вот с мякотью употреблять, и пока вот такого явного понимания, что там происходит, пока нет. То есть я еще прислушиваюсь очень сильно к своей пищеварительной системе, и пока не понимаю. Вот. Одновременно, что еще меня удивило, обычно, когда я садилась на какую-либо диету, ну, там, ту, которая мне была известна, да, это там, ну, белки я ела много, как я уже говорила. Вот. Живот никогда не уходил в первую очередь. И за последнее время он просто у меня нарос такой большой, там, на нервной почве, говорят, он вообще очень сильно растет на нервной почве. Вот. Он у меня выпирал больше, чем грудь в начальном этапе. Ну, потом будет просто две фотографии, вот моя тогда и моя сейчас. И самое удивительное, что он ушел первым. Вот. То есть, там, я когда себя измеряла сейчас, то, ну, как-то, да, там, по несколько сантиметров где-то ушло, там, в бедрах, там, в груди. Но просто визуально живота, вот, его стало в два раза меньше. Правильно. Наши действия были направлены, прежде всего, на очищение кишечника. Мы же работали с кишечником. Именно поэтому мы его и сознательно уменьшали в размерах, и из-за этого и живот уменьшился. То есть, это и было главной целью. И вот теперь у вас предстоит такая непростая задача не засорять его снова, этот кишечник. Вот. Не загрязнять его и делать все возможное для того, чтобы поддерживать свое питание очищающим. Более очищающим, нежели загрязняющим. То есть, теперь у вас, вот, можно, Ирина, сказать, что теперь вот этот инструмент под названием условное голодание или очищение организма, что он тобой изучен, ты сможешь сама его самостоятельно применять в дальнейшем в своей жизни? Ну, я как человек, наверное, отличница или там перфекционист, я, конечно, еще не могу сказать, что он мной изучен. И, ну, то, что он будет, ну, изучаться и дальше, это безусловно. Потому что, ну, в принципе, я ведь, я пищевой институт закончила, и я микробиолог-биотехнолог по образованию. После этого я еще много лет, начиная где-то с 2000 года, когда я первый раз решила избавиться от своих 90 с лишним килограмм, потому что я их наела там за 5 лет, у меня вот появилась эта проблема, и я очень много начала изучать тоже вот различных, ну, как бы, что с чем сочетается, чем питаться и так далее. Но единственное, это больше было спортивное все-таки питание, потому что я вот все это совмещала с занятиями спортом. Но чувствовала я себя хорошо. А сейчас появились новые вводные, потому что на том этапе никто не говорил про то, что мясо, например, лучше не есть. Да, сейчас вот все эти микробиологические исследования а также просто, если даже в них не вдаваться, о том, что мясо сколит гормоны там и прочее, и не говоря о том, что там белковые цепочки, как-то они там не совпадают с человеческими, поэтому оно загрязняет организм. Вот об этом я сейчас только начинаю думать и разбираться. Вот, поэтому у меня это будет такой, наверное, очень долгий процесс. В общем, может быть, черепаха, и может быть, маленькими японскими шажками, но меня это заинтересовало. И поэтому я пока, конечно, вот я поняла, что я не строю сразу огромных планов, может, это и неправильно, но у меня сейчас так получается, что если я скажу себе, вот, например, что я буду делать вот это и через столько-то времени, у меня часто это не получается. Поэтому я буду потихоньку двигаться и свой организм слушать, насколько он готов. Я как раз считаю, что вот эта позиция наиболее правильная. Вот именно маленькие шажки, да, искусство маленьких шагов, сейчас очень популярно эту фразу говорить, лучше здесь не спешить. С тем же вот убиранием мяса, да, убиранием животного белка, не делать резких шагов, я это уже говорила на нашем эфире, а идти аккуратно, постепенно, уменьшая, убирая, чтобы было комфортно для тела, чтобы не было стресса. Ну и когда мы делаем это плавно и постепенно, организм к этому привыкает более, ну скажем так… Прочнее становятся связи. Да, прочнее связь, и это как бы в таком естественном проистекает темпе, в естественном, не в ускоренном, а в естественном. Это намного более эффективно, это намного более полезно, безопасно и комфортно в конце концов. Вот. Так. Я ещё что хотела сказать, может быть, я перебила, Ба, я хочу сказать по секрету. Мой муж, который вообще по 4 ложки сахара кладёт уже много лет, сколько я с ним живу, он мне тут позавчера неожиданно сообщил, что он уже 3 дня пьёт чай без сахара. Ого! Вот ещё какой результат произошёл. Ну, слушайте, это просто, это уже супер, это из разряда волшебства. То есть он уже смотрит и перенимает некоторый опыт и, как говорится, лёд тронулся, да, господа присяжные? Я очень надеюсь, да, что тронулся, потому что я, ну, сколько лет я вот пытаюсь убрать это, я сахар только ему покупаю, потому что детей я своих приучила уже там с самого начала. Ну, дочь как бы она больше к этому моему влиянию с малолетства приучена, вот. А с сыном, конечно, сложнее, но вот если это правда никак вам не забросит, это свою новую привычку, а всё-таки войдёт, вот будет очень здорово. Ну, от вас будет многое зависеть, ну, вот от женщин, да? От женщин многое зависеть. Да, как мы будем себя вести в отношении наших близких, то есть как мы будем это преподносить им, вот эту теорию правильного здорового питания, вот эту теорию очищения организма. Если мы не будем её насаживать насильно, а будем так аккуратненько внедрять и на своём примере показывать, как это работает, то они тоже подтянутся, они заинтересуются, они будут более внимательно прислушиваться, приглядываться вот к этим изменениям, которые будут происходить с их мамой, женой. И я думаю, что это сыграет свою положительную роль. Ирина, спасибо огромное вот и за этот отзыв, и за участие в марафоне, и за эту стойкость, которая, да, потребовалась стойкость, потребовалась терпения, силы. Я очень рада, что мы пришли вот к такому, ну, к хорошему всё-таки финишу, да, и который нам даёт надежды на то, что дальше будет всё ещё лучше, лучше и лучше. Да, и вам большое спасибо, потому что я поняла, что меня Вселенная услышала, поскольку как только я написала тогда, что хотелось бы марафон, и буквально, ну, прошло, наверное, неделю от силы, когда он вдруг появился в чате, там, Инстаграме. Да, это действительно, это очень удивительно, потому что, когда я получала такие предложения по поводу марафонов, я отнекивалась всегда от них. Я не хотела это проводить. Но вот Татьяна, врач, да, она меня убедила, что это надо, и вот теперь я действительно вижу, я просто вижу по людям, что это им надо, вот эта вот групповая поддержка, вот этот групповой марафон, совместная работа, это действительно людей мотивирует. Да, конечно, это очень большое дело. Не все могут работать в одиночку. Если, например, я работала в одиночку сама с собой в своё время, да, и шла одна к своей цели, и мне это было комфортно, ну, просто я такой человек, я могу работать одна, не в команде, но далеко не все люди могут работать в одиночку. Поэтому вот этот марафон как раз палочка-выручалочка для таких вот людей, любящих командную работу. Ирина, спасибо огромное. Вот, я надеюсь, что мы не прощаемся, хотя марафон закончился, но я думаю, что мы будем ещё на связи, и хотелось бы получать от тебя какие-то ещё хорошие новости, позитивные новости. Да, обязательно. В отношении сна и твоей семьи. Всё, благодарю. Спасибо огромное, Ирина. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok